Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня у нас на обзоре очень интересный экспонат, во многом напоминающий качественные лабораторные микроскопы советских времен из серии Биолам. Его можно отнести к устройствам учебного и лабораторного класса. Оптический прибор оснащен качественной оптикой, мощной механикой, может похвастаться вкусной ценой и запросто справиться с любыми учебными и общеклиническими задачами. Итак, встречайте, микроскоп Сигетто МБ-102 с максимальным увеличением в 1600 крат. Конструкция микроскопа классическая. Собран прибор очень качественно. Основание, станина, монокулярная насадка, предметный столик и все остальные важные подвижные части выполнены из металла. Везде присутствует смазка. Можно сказать, что производитель даже перестарался. Ее излишки видны на механизме грубой фокусировки и под предметным столиком. Оптический прибор комплектуется двумя окулярами с увеличением 10 и 16 крат, тремя объективами 10, 40 и 100 крат, инструкцией, пылезащитным чехлом, иммерсионным маслом, синим светофильтром и двумя предохранителями, один из которых уже установлен в микроскоп. Мы были удивлены наличием светофильтра в комплекте, так как микроскоп не имеет для него посадочного гнезда под предметным столиком. Основание микроскопа и станина очень массивные. Микроскоп тяжелый, хорошо сбалансирован и способен выдержать установку крупного зеркального фотоаппарата вместо окуляра для фото и видеосъемки. На станину крепится монокулярная насадка, револьверная головка с объективами и предметный столик. Внутри станины спрятаны механизмы грубой и тонкой фокусировки. Монокулярная насадка установлена соединением типа «ласточкин хвост», посадочный диаметр 44 мм. Насадка вращается на 360 градусов вокруг своей оси. Данная функция позволяет проводить наблюдение в микроскоп сразу нескольким людям. Не нужно двигать прибор, просто повернул монокуляр к себе и смотришь. Кроме этого окулярная трубка имеет дополнительный наклон в 45 градусов, делая положение окуляра наиболее удобным для наблюдений. Лаборант сильно не наклоняет голову, шея не испытывает дискомфорта и работать можно очень долго. Микроскоп оснащен револьверной головкой и тремя качественными ахроматическими объективами. Посадочный диаметр 20 мм. Парфокальная высота 45 мм, что соответствует DIN стандарту. Объективы с увеличением 40 и 100 крат имеют особый пружинный механизм, который защитит фронтальную линзу и микропрепарат от случайного продавливания. Смена кратности производится поворотом револьверной головки в любую сторону до щелчка. Комплектный 10-ти кратный окуляр среднего качества. Корпус металлический, посадочный диаметр 23,2 мм. Просветляющих покрытий на поверхностях линз нет. Поле зрения 16 мм. Оптическая схема Рамсдена. Второй 16-ти кратный окуляр значительно лучше десятки. Корпус тоже металлический, линзы имеют просветляющее покрытие фиолетового цвета. Посадочный диаметр аналогичный. Поле зрения 13 мм. Оптическая схема Кёльнера. Фокусировка осуществляется двумя отдельными ручками грубой и тонкой фокусировки. Вращая ручку Вы меняете положение предметного столика, тем самым настраивая резкость. Движение столика ограничено в нижней части основанием микроскопа и сверху специальным стопорным винтом. На предметном столике установлен микрометрический препаратоводитель с координатными шкалами, благодаря чему Вы можете комфортно перемещать образец по предметному столу без риска порезаться о крае стекла. Размер поверхности стола 120 на 120 мм. Под столиком находится колесо с пятью диафрагмами разного диаметра. Производитель лишил микроскоп конденсора Аббе. У Вас нет возможности дополнительной настройки освещения, это существенный минус данной модели. Осветительная система микроскопа реализована в виде съемной коллекторной линзы и LED источника света. С тыльной стороны основания находится отсек для установки предохранителя и кнопка включения питания. С правой стороны основания располагается пластиковый маховик для регулировки яркости освещения. Не включайте свет на 100%, это может нанести вред Вашим глазам. 50% от мощности будет достаточно. В сеть микроскоп подключается несъемным кабелем питания длиной один метр. Для оценки качества изображения мы использовали наш базовый набор препаратов, суспензию молочнокислых бактерий и цифровую камеру, установленную вместо окуляра. Оптический прибор продемонстрировал ожидаемое качество изображения, стандартное для ахроматических объективов. Хроматизма нет, сферическая аберрация и кривизна поля присутствует в пределах нормы. На максимальной кратности образец молочнокислых бактерий хорошо просматривается. На снимке четко видны цепочки стриптококков. Давая оценку оптическим приборам, которые бывают у нас на обзоре, мы редко ставим больше 7 баллов, но герой сегодняшнего обзора нас порадовал. За хорошую сборку, отменную механику и достойное качество изображения микроскоп получает 8 очков из 10 возможных. Один балл мы сняли за отсутствие конденсора АБЭ, что усложнило проведение наблюдений на максимальной кратности, так как нет возможности дополнительно настроить освещение. Второй балл был снят за не очень качественную покраску. Мелочь, но неприятная. Покупая новое изделие, хочется получить оптический прибор с идеальным внешним видом. Тем не менее микроскоп Segetto MB-102 достойный инструмент как для хобби, так и для лаборатории. Его можно легко модернизировать и устранить недостатки заводской комплектации, оборудовав конденсором. Крепления под предметным столиком имеются. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.